Константин Криволап, авиационный эксперт, аналитик, к нам присоединяется. Константин, приветствуем вас в эфире. Приветствую вас. Итак, сбитие Украиной Ту-22М3 российского. По данным ГУР, удалось это на расстоянии около 300 километров от Украины. Как удалось? Что это за самолет? И значит ли это сбитие, что подобных инцидентов станет больше? Ну, очень трудно сказать, станет ли их больше, потому что это очень редкий случай, когда сбивают Ту-22М2. Это вообще весь этот комплекс, Ха-22, Ту-22, это единый комплекс ракетный и самолетный, был назван в свое время стратегически первый в мире, был стратегический ракетоносец. И Ту-22М2 вообще входит в эту ядерную триаду России. Нарядуется там с подводным флотом, флотом и вот эта вот воздушная часть. Туда входит еще Ту-95 и Ту-160. Все. Вот Ту-22М2, это часть этой триады. Но видите, триада потихонечку загибается. Значит, вот в 1958 году, сразу же после битвы по Приват-Орлову, значит, было вот постановление Совета Народных, наверное, уже не комиссаров, наверное, Совета Народного Хозяйства Советского Союза о производстве, о разработке подобной системы, подобного комплекса. И вот они его разрабатывали, где-то к 80-му году они его запустили, приняли на вооружение. И этот комплекс, к 70-му году, я извиняюсь, и этот комплекс вот был предназначен в основном для уничтожения авианосцев. Но там были еще и другие версии, там порядка 10 версий этих ракет. И эти версии предназначены для различных задач, но все равно это связано в основном с морем и немножко связано с сушей. И эта ракета имеет даже по паспортным своим характеристикам 600 метров кругового вероятностного отклонения, и она по определению не может быть точной. Поэтому все попытки, вернее, все использование этих ракет против нашей территории, против наших людей, это просто терроризм, тут ничего другого быть не может. Никаких военных целей эта ракета достичь не может. Это может быть только психологическое воздействие, только просто запугивание, это доведение людей до отчаяния, потому что против этой ракеты ее надо сбивать средствами аэробаллистическими, вернее, средствами противобаллистическими. Это в основном Патриот и сам Ти. Но в некоторых ситуациях, как очевидно было сейчас, но рассматривалась такая возможность, что если будет удачное размещение системы НАСАМС или АРСТ, и в нужном месте, в возможной дистанции поражения, будет заходить из верхних слоев атмосферы эта ракета Х-22, то она может быть сбита вот этими системами НАСАМС или АРСТ. Но очевидно, такое сегодня произошло. Теперь то, что касается уничтожения Ту-22, М3. Какая там траектория вообще, какая там история. Эти самолеты взлетали с Моздока, летели по Черному морю до Севастополя. В Севастополе каждый из них пускал там возможные свои три ракеты, у каждого по три ракеты на этих ракетоносцах. Пускал их со стороны Севастополя в сторону нашей территории, разворачивался, ложился на обратный курс и летел. Вот это время, пока он летит от Севастополя до Моздока, это практически линия, она почти параллельна линии боевого столкновения. То есть где-то вдоль этой линии боевого столкновения, если были размещены комплексы С-200, то тогда такое поражение было бы возможно, но вызывает такое, знаете, некоторое удивление, несколько фактов, которые не ложатся в общую канву представления об этом событии. Это то, что С-200 это настолько старый комплекс, что его уже, ну тоже пора в музей, и его снимали с вооружения в 2013 году, но потом какую-то часть из них этих ракет оставили. Это ракета, которая весит почти столько же, сколько весит ракета Х-22. Они, в общем-то, ровесники, они предназначены были для сбития, ну фактически, друг друга, но только там с американской стороны это должен был быть бомбардировщик Ф-111. Так вот, эта ракета, она 12 метров длиной, почти 7 тонн веса, с пороховыми ускорителями, там 4 двигателя еще по бокам у нее торчат. Она запускается в спусковой установке, которая ездит на, фактически, туда для того, чтобы заправить ракету, чтобы зарядить ракету. Используют железнодорожное полотно. Специальные машины это дело делают. Ну то есть там целая история. Двигатель этот жидкостно-реактивный, с двухкомпонентным топливом, страшно ядовитый, экологически опасный, там костюмы «Химдым». Ну, в общем, эта история с С-200, она меня несколько настораживает. Настораживает также то, что говорится, что модернизацией этой ракеты занимается наше главное разведуправление. Ну это, я думал, там оборонпром должен заниматься, либо какой-то специальный институт, который, либо там, в конце концов, Южмаш, а когда модернизацией ракет и их производством занимается ГУР, но я как бы не совсем понимаю, кто в этой стране чем занимается. Ну, знаете, потому что они как бы курируют, а занимаются вот то, что вы сказали, и проммаши, и все-таки организации, и заводы, которые в этом специализируются, и специалисты. Да, я думаю, что Кирилл Буданов сидит и ракеты собирают. Ну да, ну понимаете, но получается как-то не совсем. Оборонпром, если бы этим делом занимался, была какая-то программа по оборонпрому. Мне бы это было понятно, это было бы разумно. Но вот когда сбивали А-50-й У, если помните, последнее его сбитие было, которое там в Краснодарском крае, над Ейском было, там была красивая картинка, там летел за ним Су-35-й в сопровождении, выбрасывал, и этот А-50-й выбрасывал, тепловые ловушки, и тот выбрасывал. Но в момент сбития там не было ракеты, которая подходила бы с каким-то факелом. Вот за ракетой должен быть какой-нибудь, хоть чуть-чуть какой-нибудь факел, хоть дым должен быть. А здесь ничего, он летел, летел, взял и упал. Ну то есть это немножко другое. И вот обратите внимание, как этот самолет падал. Он падал в плоском штопоре. В таком же плоском штопоре, только в перевернутом падал. Су-27-й, и недавно там Евпатория-Севастополь, он там между Евпаторией и Севастополь, он вдоль берега там аккуратненько входил в воду вверх ногами, да. Там тоже был такой плоский штопор. То есть я более склоняюсь к тому, что это был отказ двигателя, обычный, реальный отказ двигателя. Там стоит двигатель НК-22, которые, их уже давно никто не производит, их ремонтируют на заводе, который раньше занимался производством этих двигателей. Там НК-12 для Ту-95, НК-22 для Ту-22, НК-32 для Ту-160, ну и так далее. Так вот, отказ двигателя, а там явный пожар двигателя, ну мне как-то более-менее понятен. И тогда я понимаю, как это могло произойти. А вот на предельной дистанции я сидел с этой картой, ну очень долго вымерял, меньше 300 километров, там ну никак не получается. А на самом деле С-200, 300 километров, это для нее, ну такой уже там, уже сверх гипер супер. Это уже дальше, чем вообще можно себе представить. Константин, мы уже уходим в специализированную программу для авиационных экспертов. Нам все-таки важно, чтобы наш зритель понимал. Вы знаете, вот что интересует, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что всем нужно посмотреть на свои запасы, чтобы понять, могут ли они выделить еще какие-нибудь системы ПВО, особенно патриот, потому что они срочно нужны Украине. Константин, тут, знаете, вот не совсем понятно запасы, да, но это же не банка консервированных огурцов. Посмотри, у нас на антресолях осталось, а если нет, то будем свежие уже начинать есть. Особенно, когда речь идет о патриотах. По-моему, там вообще поштучно их количество известно. Разве не так? Вы абсолютно правы. Вот это, когда начинаются разговоры, что стоят лишние системы, патриот, там где-то пылятся на складах, то складов таких нет. Патриот все покупали за свои деньги. Естественно, страны, которые принимали решение о покупке, понимая, что это может понадобиться, может не понадобиться, но безопасности, правила безопасности достаточно серьезно к этому относятся, они покупали эти системы. Поэтому лишних там действительно нет. Там, может быть, те, которые куда-то кому-то передавались на какое-то временное эксплуатацию, временное использование, для каких-то конкретных мероприятий. Вот когда проводились учения Белоруссии и России последние, то туда Нидерланды перебросили свою систему патриота. Перебрасывались еще эти системы тоже на каких-то учениях, я уже не помню, там что-то в районе Катара стояла какая-то установка, американцы поставили для защиты, то ли Катара, то ли в Ираке стояла установка для защиты от Ирана. Но это все то, что есть, вызвано необходимыми средствами обороны этих стран. А вот на складе таких ракет не бывает. Поэтому какие-то комбинации возможны, кто-то чего-то попросит подвинуться, в это время чем-то прикрыть другим, что-то поменять на что-то. Ну вот в этом ключе возможны все эти включения. Да, Олаф Шольц уже же заявил, что Германия готова Украине одну систему патриот предоставить и нашли еще шесть, ну, наверное, лишних, не лишних, те, которые не задействованы, те, которыми можно пожертвовать условно для Украины. Нашли эти шесть патриотов и вот семь штук вроде бы как готовы передать Украине. Вопрос только, когда это все передастся, насколько быстро будет реализация этого решения, вот эти семь патриотов, о них говорил Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, о том, что хотя бы семь нужно для того, чтобы Украине усилить свою защиту. Президент Украины говорит о том, что нужно более двадцати. Какое бы число вы назвали? Нет, в системе ПВО избытка не бывает ракет, то есть систем. Если бы сказали, что закроют ли Украину пятьдесят систем патриотов, я бы так по часам потылается и сказал бы, ну знаете, может быть с трудом получится. Сем тоже получится, но просто меньше перекроют. Нет вообще системы ПВО, которая перекрывает полностью все и защищает всю территорию от всего. Такого не бывает. Сем это то, что горячо необходимо. Это там, где мы сейчас очень сильно страдаем от баллистики, потому что все разговоры сейчас идут о Патриоте и Сампти. Это система, которая реально защищает от баллистики. В некоторых ситуациях некоторые ракеты, вот как сегодня Х-22, я думаю, НАСАМС или Айристи поразил, это исключительные случаи, когда баллистика на малой скорости заходит уже там в плотные слои атмосферы. А так, в принципе, только Патриот и Сампти. Поэтому всем этих систем, они позволят ну как-то более-менее прикрыться и хотя бы одну куда-то пустить, как блуждающий Патриот, вдоль линии фронта, чтобы пугать российские Су-34, Су-35, предлагать им версии, как не надо носить на себе эти бомбы, кабы. А блуждающий, вы имеете в виду, это Патриот, который условно ездит вдоль позиций, передвигается вдоль позиций? Блуждающий Патриот, так называемый, да, садник без головы. Дело в том, что были расчеты разные, были расчеты и на 20 систем Патриот, были показания там в начале 22-го года говорили о 50 комплексах Патриот, которые нам необходимы для того, чтобы закрыть небо. Но опять же, это вот Патриот надо тоже защищать, то есть это многоэшелонированная оборона. Наши ребята из ПВО показали свои уникальные способности из того, что у них было, они собрали уникальные системы ПВО. У нас сейчас очень крутая, очень серьезная система ПВО. То, что мы пропускаем Болезнику, это беда, но будут эти 7 Патриот, с этим будет немножко проще и легче. Будут ракеты, будут проще и легче. Ну, я смотрю, я отношусь к этой ситуации достаточно оптимистично. Я думаю, что не так долго будет. Первая система, я думаю, заедет уже через пару недель. Свет Украины на НАТО проходит сегодня. Генсек НАТО Ян Столтенберг говорил о том, что он будет проходить на уровне министров обороны и, ну так, в общем, сказал о том, что будут обсуждаться военные цели, военная помощь Украине. Это общая такая характеристика. Мы эту тему буквально за полчаса до того, как вас включить, обсуждали с политологом Игорем Петренко с точки зрения политической стороны таких решений о предоставлении той или иной помощи. С точки зрения ПВО, какой может быть запрос у Украины, кроме патриотов? Ну, то есть, все мы знаем о том, что, да, есть системы патриот, они очень эффективны, и за это время во многом Украине помогли. Но, возможно, есть что-то еще другое, о чем, ну, в публичном поле мало известно. Ну, вот, смотрите, система, почему сейчас вся речь уперлась в патриот? Потому что россияне начали просто долбать нас с баллистикой очень злобно и серьезно. Поэтому, в первую очередь, патриот. Но даже если мы сейчас в Харьков поставим там две системы патриот, саму систему патриот надо защищать, потому что, патриот действует на определенных дистанциях, в определенных условиях, на определенных ракурсах, там, угол радара, в основном, там, 120 градусов. Но его самого надо защищать, защищать его хорошо, но сам сам. Вы просто понимаете, если система патриот, она одна из лучших, судя по тому, как они отзываются, едва ли не самая лучшая система ПВО, то тогда, что, для защиты двух патриотов нужен третий патриот? Нет, нужен на самс, нужен на АСТ, либо там есть такой комплекс C-A-M-M, тоже такая, достаточно хорошая, похожая чем-то на нас, но с другими немножко возможностями. Там он больше по низколетящим и ближним целям хорошо работает. Ну, то есть, запросы, вот если помните, то Ола Шольц сказал, что патриот, но никто, может, заметил, может, не заметил, но было сказано, что еще и Аристи, комплекс Аристи передавать будем. Это тоже достаточно серьезная система, одна из самых современных, она среднего, малого радиуса действия там есть, и среднего, и малого, там SLS есть комплект, есть SLX есть комплект, в общем, там все есть, одним патриотом сыт не будет, надо еще кучу других систем. Константин, вот еще хотим, что у вас спросить по поводу уничтожения вооруженными силами Украины радиолокационных станций Российской Федерации. В Брянской области была поражена радиолокационная станция Небо-У стоимостью 100 миллионов... Что? Небо-У, да. Да, Небо-У стоимостью 100 миллионов долларов. Также в Мордовии была атака на загоризонтный радиолокатор контейнер. Вы можете рассказать, как уничтожение этих локатора и радиолокационной станции повлияет на возможность России вести войну, на возможность России видеть небо Украины, и вообще, в принципе, что это за установки, может ли Россия их производить с нуля и так далее? название красивое, Небо-У и контейнер. Там еще есть там, в Перму там была еще система управления была уничтожена. Но это очень хорошее, Небо-У это уже не первая установка, которая была уничтожена. Это фактически средства для наблюдения за нашей территорией. Они смотрят достаточно далеко и есть такая информация, что Небо-У использовалось в том числе после того, как были выведены из эксплуатации, не знаю, временно, либо постоянно А-50 и У, то Небо-У выполняло частичные функции радиотехнической разведки и наблюдения, в том числе и целеуказания для крылатых ракет. Она вроде бы якобы действует, видит нашу территорию на расстоянии 300 километров. Вот эта система, которая, контейнер, это вообще уникальная разработка, их там в прямом смысле аналогов нет, ее там собирали 30 лет, 15 лет изготавливали, 15 лет устанавливали, вторую такую хотели поставить на Дальнем Востоке. Эта система, в принципе, вот если вы видели около Чернобыля стояла станция, тоже радиолокационная станция Дуга. Дальнего Востока. Да. Видели, да? Да. Вот это вот схожая такая, это стена из, скажем, таких условных столбов, на которых прицеплены что-то очень похожее на телевизионные антенны, там длиной около 3 километров, эти столбы там где-то метров 50, и через тропосферную связь, ну, через отражение в тропосфере сигналов радиолокационных, эта система должна была бы их улавливать, и она в основном была предназначена для раннего обнаружения межконтинентальных баллистических ракет. И я... Россия будет сложно возобновить и восстановить и соорудить эти системы. Тут момент в другом. Тут это... Я никак не мог понять, зачем это надо, потому что американцы вроде бы не собираются бомбить там Россию, а потом понял, что это все-таки для наблюдения за нашим тоже пространством, другой способ. И это говорит о том, что мы готовимся, по всей видимости, мы готовимся к приему ИФ-16. Мы хотим закрыть всю информацию о нахождении чего-либо летающего в нашем воздушном пространстве. В таком случае это прекрасная новость. Константин, спасибо вам большое. Мы, к сожалению, ограничены немножко во времени. Константин Криволап, авиационный эксперт и аналитик, говорили, какие системы ПВО нужны Украине для того, чтобы закрыть небо, и как уничтожение российских радиолокационных станций, в том числе, влияет на возможность России вести войну. Спасибо большое. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова